всем привет и мне срочно нужен кофе кофе творит чудеса не правда ли прям как в той рекламе про сникерс не тормози превращение переодевание бик ты амазонка скажи мне кто же швабры дерется веником просто посмотрите какой у нас ветер вылетает шторка из окна еще и это швабра вылетает из окна прекрасно ребят всем привет сегодня у нас большой большой праздник под названием день рождения свекра и почему он большой я вам сейчас объясню за все время проживания моего здесь в доме он ни разу не праздновал свой день рождения но так только с друзьями с семьей никогда и поэтому большой праздник потому что он узнал ну как бы позвал поваров будет шведский стол будет праздник потом есть она работает у нас и кровь где свекор построила свои квартиры в общем в том месте будет у нас у нас очень сильный циклон и в принципе это не редкость для индии посмотрите просто карину сейчас несет ветром у нас все летает я только два дня назад помыла принесла этот шланг все вот это мыло посмотрите ветром принесло откуда-то мусор нам шторка шторка вылетает о то что я вам говорила карина очень опасная просто она никого не боится она сейчас подходит он занял его ее место ее скутер я сейчас подошла как сильно ударила его карина в общем от такого ветра у нас попадало огромное количество манго и сейчас это я ходила вниз спускалась вниз и делала снимала для вас видео что же они делают с манго после того как она упала на чтобы она не пропала это манго все упало с дерева очень сильный ветер вот они сейчас чистят его и потом будут готовиться олене запасы на нога показывает где там ход найти на пищи не смартфон она еще твердой на не пока вала на я на мама вина а он вон 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 текача а табад мекана а бадмика и и и андер а а а и Баба, это штука. О, Господи, как же больно мне. Они вот так положили в коробки под газетку, чтобы они, ну, как бы, дозрели. Это все упали, а не с дерева. Слышите, какой ветер сильный. Как вы думаете, чем занимается шекар? А чем это занимается шекар? Он приехал с какой-то девочкой. У меня на тебя компромат, шекар. У меня на тебя компромат. Ты не один ездишь. Ну, шек, с кем ты ездишь в машине? Когда ты без меня один, а? Она вот на такой заразе. Вот как в пусковом. Ладно. Который только что впал. Да. Почему он такой кислый? У нас сегодня очень большая проблема. То, что из-за вот этого ветра, очень сильного ветра. Чтобы вы понимали, у нас деревья сносит. И, как всегда, у нас, ну, что-то проблемы с электричеством. И мы сидим целый день без кондиционера. Ночью тоже шек очень пропадал. Видимо, ночью вот этот циклон начался. И, ну, как бы, пропадала электричество. Так было жарко спать. Я вообще сегодня не выспалась. Потому что Карина постоянно просыпалась. Карина как шекар. Ну, в том плане то, что ей постоянно жарко. Она постоянно потеет. Ее все это весит. Вика, ну, какая-то такая спокойная. И сегодня я с Кариной не могли нормально спать ночью. И вот сегодня целый день мы, конечно, страдаем очень сильно. Я вся мокрая. Я уже не знаю сколько раз лицо свое мыло. Карина упала. Ты почему кричишь? Ты ее толкнула и кричишь на нее. Пошли, пошли. Вкусно? Стоят вдвоем. Едят. И нас не угощают. Ну, ну, шекар. Ты посмотришь. Это война. Да? Война, война. Кому? Тебе. Манго. Манго. Она нам манго принесла. Я пакавала. Мита. Спасибо. Смотрите. Она только-только сорвала. Видите, вот эта вот кислота. Ну-ка давай, пробуй. Сладкая? Угу. Господи, шекар. Ты прям так красиво кушаешь. Спасибо. Спасибо. Вот эта девочка, которую… Да, очень хорошо, шекар. Вот эта девочка, которую шекар подвозил, это она. Помните, мы ходили в гости, вот у них был попугайчик, и, ну, как бы, попугайчик, я рассказывала то, что… Кто мышь съела, крыса съела, ну, короче, неважно. Ну, в общем, это… Ну, как бы, вот эта девочка, очень хороший. это мой любимый мангу и шекер встретила по дороге и довез потому что гуляет ветер но настолько жаркий как будто вот сауна даже сауна шексауна это наверное это влажное а это именно сухое влажность тоже присутствует ну короче очень-очень жарко у нас сколько вот сколько ты не будешь мыться и сейчас опять лицо помыло этим водой столько и ты будешь потеть вообще конечно мы сели машине ждем сестру шекера родную в обезьянники просто она собирается и мы едем туда на фикторе я хотела сказать смотрите бабушка что-то говорит И то, что почистили манго, вот эту кожуру бабушка сейчас несет коровам, отдаст. Офигеть. Офигеть, Шик. Да, это мой любимый. Как будто сахара добавили туда. Офигеть. Я не ожидала, я первый раз такое сладкое ем. Мы покупали с магазина. Прям, знаете, вот настолько сок льется, но он не такой сладкий. Это вообще шикар. Вся машина в соке. Свет, я не могу остановиться. И потом это муравьи придут. Свет, вот по-моему, машина. Хотела вам, ну, короче, показать у меня на животе два муравья сегодня укусил. Я не знаю, где их поймала, но вообще муравьи сейчас, сейчас самый сезон. Вот летом в Индии очень много тараканов. Тараканы не такие маленькие, которые, ну, как бы в России у нас, а вот такие, наверное, мадагаскарские. Ну, короче, такие тараканы. Не знаю, как они попадают наверх, наверное, по канализации у нас даже в комнате. Они иногда приходят, и мы это, спреем их убиваем. Муравьев очень много. Буквально вот одна капелька молока упадет. Или там сок одна капелька. Их просто миллиард вот так вот приходит. Поэтому сейчас в комнате я максимально стараюсь держать чистоту, в том плане то, что ни еды, ни напитка каких-то, ну, чтобы ничего не капало, ничего не падало. И я только хотела вам показать и переоделась, но уже эта опухоль сошла у меня. В общем, вот такие вот, знаете, как осы кусают. Вот такие плюшки у меня вздулись от них. Мы когда были в Катманду, в Читване, ездили до Катманду, в общем, я вам говорила, то, что на кровати у сестры были вот эти вот муравьишки. Они очень опасны. Они опасны, потому что, ну, просто они очень сильно кусаются, и потом все тело раздувается, ну, вместо укуса раздувается. Вот, смотрите, сестра пришла. Подожди, Шекар, одну секунду. Тебе вопрос. Да. Сколько твоей бабе исполнило сегодня? 59. О, вау, Шек. Да. Ты сегодня, наверное, это запомнил, да, специально? Да. Обычно ты не знаешь. Обычно Шекар не помнит дату рождения. Нет, я дату датюляю. Ну, у тебя же это... Ты даже перепутал, ты думал, что вчера у него день рождения. Ладно, а у мамы? Никто не знает. Будут, что ли, готовить еду, да, Шек? Да, внутри. Нет? Внутри, в помещении, в смысле? Да. Смотрите, вот такое огромное здание построил друг свекра. Вот. О, господи, Шек, я даже не представляю, сколько он вложил вот эту постройку, тем более в Индии. И плюс еще, смотрите, какая... Это не его? А, я думала, что это его. Просто в Индии, я даже не знаю, почему. Наверное, процентов 70 населения... Ну, как бы, то, что в документах, да, написано одна дата рождения, но на самом деле они родились, ну, как бы, фактически дата рождения совсем другая. Я не знаю, в чем причина. Мне кажется, что человек родился, и потом уже там вызывается к астролога, и он говорит, какая дата рождения будет, ну, как бы, счастливая по жизни. Ее пишут в документах, вот так вот. В нашей, ну, в которой там бабушки, они вообще не знают, когда они родились, они никогда не празднуют свой день рождения. Ну, потому что раньше вообще никакая документация не велась. То есть они даже не знают, сколько фактически им лет, столько вот так вот высчитывают по каким-то, ну, другим документам. Вот он, свекор стоит, в жилетке. Субтитры делал DimaTorzok 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 Я даже сижу дома и жду пока. Субтитры делал DimaTorzok 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 вот то что много раз я рассказывала вот это называется factory вся вот эта территория и здесь минерализуется вода то есть она выкачивается из скважины в больших объемах в огромных объемах потом проходит сколько этапа три или четыре этапа ну может быть мы зайдем потом я покажу как ну как бы там целое оборудование огромнейшее потом минерализацию проходит вода и потом уже ну как бы не бутылируется нету такого бизнеса раньше был сейчас нет я даже свекры не поздравила вы представляете шейкер для своего отца не купил никакого подарка мы вчера вечером с ним договаривались то что с утра поедем и как только магазин откроется мы поедем купим ему что-то но он любит рубашки там брюки поэтому я говорю давай это поедем ждала жила его целый день и он это ну как бы забыл про меня он забегался она тоже ну как бы организацией он занимался сейчас мы быстренько злиняли с праздником он еще не начался поэтому сейчас приехали в магазин купить что-то мы приехали в такой магазин выглядит очень даже цивилизованно очень красиво и ну знаете одежда не такая дешевая здесь будет кто-то дядя шикар ищет что-то изо льна на что папа очень любит лен но он говорит что ничего нет есть только такие вот материалы то есть это нужно в отелье относить и шить по своему размеру но он хотел уже готовы это подарить и у них только ну как бы из хлопка или там смесь смотрите например и такая футболка ой футболка рубашка это оксенбург очень хорошая индийская фирма сейчас подожди я хотела это цену хотела показать а ну 1300 шаги думала то что здесь дороже будет это ну для очень хорошего качества нормальная цена шик даже низкая да ну шагар вот смотрите нашел шаг это не лен это хлопок именно это хлопок но смотрите цена уже повыше 2 400 но это как рублей до индийские руби вы смотрите джинсы например настоящий и джинсы продается сейчас покажу 2 500 джинсы шикар только из вот этой фирмы себе покупает и носит уже больше десяти лет очень хорошие но это прям настоящая знаете такая джинса они смесь и приехали вот такой второй магазин у них не нашли то что нам нужно было тоже очень хороший симпатичный магазин побольше минуте я надеюсь то что здесь мы найдем на общем ребят у них тоже нету шикар ну как бы он спросил папу то что надо он горит я люблю только вот лен и на здесь почему-то нет ли он вообще очень трудно найти в индии дашек но раньше много было сейчас меньше фабрика есть не сабрика смысле материал рубашка есть остальные нету на белый цвет я предлагаю купить это белый но ты папа нигде не носит он как политик он везде только она по классике одевается брюки и рубашка и он захотел чисто белая себе но мы тут это не видим чисто белый очень красиво выглядит симпатично ну давай джинсы давай вот такие джинсы есть посмотрите рубашка например лежит льняная где вот это вот это вот она льняная рубашка виден они как это как матовые вот это более блестящие это какая-то смесь а это льняная но как бы чисто белый нету и брюк нет чисто белых это уже видите она немного это другой материал конечно же все магазины любят заманивать своими скидками мы сейчас набрали на четыре с лишним тысячи и он сказал на шесть тысяч возьмите и у вас будет еще скидка и сейчас шекер ну как бы решил ехать и нам нужно это как бы ему футболки новые неважно куда нам нужно идти но в общем я говорила шекера на красный цвет он вообще не любит такие яркие он больше там чёрный белый я покажу твои пузико не чуть-чуть красный цвет очень красивый просто это из-за жары поэтому они очень красиво красный цвет вообще мне так нравится красный цвет шекер говорит мне не нравится мне она маленькая мне как раз ты ты же делаешь упражнение ты же худеешь шик очень красиво выглядит как реально красиво я сейчас шекер вышел это xl ну хорошо это выглядит нормально 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 купили ребята мы приехали сейчас обратно и но как вы поняли и сначала наш свекор делает этот наш свекор мой свекор мой свекор делает пуджу и потому что вечером будет ну какая-то типа вечеринка ну как бы обряд для него это он как бы очень важно все забрали забрали подарки и вот смотрите я зашла в квартиру вот она уже сдается но года наверно 4 видите но здесь конечно ремонт и не делают вот смотрите тут такая комната ну самое обычное ведь очень много лет уже прошло нужно здесь ремонт делать но это должны мои делать ну то есть много лет прошло это они они будут делать ремонт а это уже папа да папа должен делать а 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 вы смотрите вот так вот еда приехала из этого большого ресторана парадайз который я вам показывала а а а а а а а и и вот здесь вот они ну уже темно правда не видно они вот сюда смотрите скатерочку положили и вот сейчас положат и откроет блюдо сейчас маленькие детки ко мне подбежали ну где-то пять шесть семь лет говорят тетя мне говорят сердце я вас смотрю мы его смотрим все мы подписываем на ваш канал я говоря как вы смотрите есть там на русском языке а верно бы просто так смотрим нам нравится так приятно стало так вот смотрите здесь ну типа картошка фри но тоже в каких-то специях тут жареные ну типа муму пельмешки ну что-то такое вот это спагетти с овощами это гулабзямун индийская сладость но это для еды уже основной для ужина это дал чечевица здесь рисик здесь панир абина и кай это грибы такие пури это папор помните то что я жарила на огне либо здесь вот салатик карина это кто беби 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 руку дает ну вот и пообщались так смешно наблюдать за малышами с малышами и все от вас а давай я тебе купил